Лапкин книги. Вопрос 2756. Почему вы избрали такой жанр? Вопросы, ответы и проповеди. А не написать ли лучше вам роман, повести полезные, как Бостоевский, Толстой писали, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Вы меня решили испугать этими знаменитостями, чтобы я померк и сгинул?» 1 Коринфянам 4.3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Галатам 2.6. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Человек любой нуждается в свете, чтобы жить с открытым оком. Писатели пытаются подвести к этому через обобщающие персоналии к сознанию человека. И вот идет раскрутка по разложенным на столе карточкам, какой герой куда пошел, что сказал. Писатель умничает, а на самом деле сам писатель не такой, каковы его герои. Дай мысли его персонажа далеки от совершенства. У Толстого есть эпопея «Война и мир». Столько труда, столько выдумки и правды о войне, но где то, что приведет к Царству Небесному?» Отфея 6.33. «Ищите же прежде Царство Божие и правды его, и это все приложится вам». Где тот герой, которому нужно и полезно подражать? Если знаете, то покажите. Я рассмотрю, таков ли этот пример. А вот в Библии я нахожу в готовом виде примеры и ответы. Мне не надо раскручивать выдуманных Карамазовых, измышленных Карениных, Ларинах, Филиппийцам 3.17. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Потому и пользуюсь самым совершенным способом довести человека к свету. Раскрыть его глаза, я глубоко верую в то, что пишу, ибо нахожу тому подтверждение в Святой и Вечной Библии. А знаменитые авторы писателя разнятся между собой. Сравните Цвейга и Чехова, Диккенса и Гегешинзе. Они намертво опровергают один другого. Исайя 10.16. «Зато Господь, Господь Салаов, Пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его вожжет пламя, как пламя огня». В непостоянстве плещется душа, а люр у синусоиды сердечных припитаний. Болезни смерть умеют так смешать, не удержать и новыми мехами. Что нравится, излюбленного сладу уже колышется, линяет и стареет. Течет меж пальцев, не удержать, не сладить, и с каждым часом прочь летит быстрее. Ни адреса, ни телефонный номер не обещают сохраниться долго. Глядишь, поищешь, он окаянный помер, на урках долговечнее наколка. Как обрести уверенность в любимом, как сохранить нам неизменность дружбы, Да вы что, ветреная пролетела мимо, возлюбленная наша неизменно служит. Стареет кожа и ветшает дом, одежда рассыпается, как ветошь, не сохранить на поясе узлом. Под эпитафией с некрологом вчерашний светочек. И вдруг, о, как я рад, окончив поиск, нашел Иисуса вечного вождя. Я близок стал ему, как к чресловам пояс. Заждался истины, как в засуху дождя. А он не просто человек, но Бог. Не просто жил воскрес, но жив во веки. Мой дух пленен им иначе не смог. Плевок с землей мне наложил на веки. Захолонула в счастье небывалом душа, охвачена чистым постоянством. Все идеалы рухнули, воскресы с-под завалов. Теперь для меня устроен невыразимый ясно. Стеклянным морем скрыта суета. Любовь к воскресшему, немеркнущий маяк. Встречай же человечество Христа. Он путь прямой, не суета, змея. 30 апреля 2005 года Игнатий Лапкин